Добрый день, Олег Анатольевич! Здравствуйте, Сергей Александрович! Тема нашей сегодняшней беседы звучит как «Основная проблема экономики России». А что вы понимаете под этой основной проблемой и в чем ее, так сказать, основополагающая роль и значение в развитии нашей страны? Ну, начну с главного. Главной проблемой экономики России является положение главной производительной силы. Главная производительная сила любой экономики, современной экономики, это рабочий класс. Рабочий класс производит все то, что потребляется всем человечеством. Это очень важно и об этом надо отдельно провести, может быть, даже не одну беседу. Но сейчас я предлагаю именно попытаться раскрыть основную проблему. Что лежит в основе экономики? В основе любой экономики лежит, если говорить о капиталистической экономике, основной капитал. Основной капитал – это, по сути, стоимость тех средств производства, на которых производится продукция, которая потом в капиталистической экономике выступает как товар. То есть, говоря по-простому, здание, сооружение, оборудование – от этого зависит и решение главной проблемы – положение рабочего класса. Потому что от 8 часов до, мы знаем, сверхурочные сейчас, к сожалению, очень часто работают сверхурочные рабочие. Когда я писал монографию, диссертацию докторскую, то по статистике это было 9,5 часов в рабочий день. То есть, 8 часов норматив и плюс 1,5 часа. Сейчас еще больше, как мы понимаем. Сейчас, к сожалению, обычно по 12 часов работают на тех производствах, которые особенно обеспечивают оборонный комплекс наш. В основе всего этого лежит, конечно, то, какое оборудование используется. Здание, сооружение тоже от этого зависит. От здания, сооружения, от их состояния, от коммуникации зависит производительность труда. И условия труда. Для рабочего класса очень важны условия труда. Не только заработная плата, но условия труда. Потому что больше третий дня, больше третий суток рабочий работает в этих условиях. И вот в основе экономики лежит развитие основного капитала. Ну, еще называют статистики основные средства, основные фонды. И вот какова ситуация в России? Статистика здесь не очень богатая. Такое впечатление, что не очень приятно показывать состояние. Но буквально несколько цифр. 30% основных фондов полностью изношены. Это официальная статистика. То есть 30% оборудования полностью изношены. То есть оно должно быть заменено. То есть этот показатель вообще должен приближаться к нулю вообще-то в экономике, которая нормально, динамично развивается. Возраст основных средств в среднем по стране более 17 лет. В среднем более 17 лет. А, к сожалению, в обрабатывающей промышленности, которая вообще должна быть более передовой, 24 года. То есть средний возраст станков, оборудования 24 года. Отнимите вот сейчас 24 года. Это в каком году это оборудование установлено? В среднем, конечно. Какое-то оборудование 50 лет работает. И 60 лет работает. Можно в таком оборудовании построить эффективную экономику? Создать и эксплуатировать такое оборудование, можно ли получить нормальный экономический результат? Откуда экономический рост может быть при том, что такое оборудование? Причем, что интересно, я сказал, что 30% износ полный. Так вот, по годам, если взять, 3 года назад было 27%. То есть, 4 года назад 27%. То есть, каждый год на полпроцента, на процент этот показатель ухудшается. Это то, что еще официально показывают. А официально показывают средние и крупные предприятия. Мелкие предприятия, те, которые проходят под малый бизнес, они вообще в этой статистике не учитываются. А там ситуация может быть еще хуже. И наверняка еще хуже, потому что у них возможности другие. Почему это так происходит? К сожалению, в России сложилась такая ситуация по причине того, что нашим капиталистам досталось имущество практически бесплатно. Они привыкли, все, что привыкли, они дальше эксплуатировали. Не только рабочий класс эксплуатируют, они эксплуатируют это оборудование. Огромное имущество досталось от Советского Союза. Огромный парк станочный. И вот это оборудование изнашивалось, но много лет вообще мало что вкладывалось, мало заменялось. А они прибыль получали. Получали прибыль, часть тратили на себя, дорогих, значительную часть выводили за рубеж этого имущества в различных формах. И вот этот момент паразитизма, он в нашей экономике очень закрепился. Разумеется, есть предприятия, где происходит обновление. Нельзя говорить, что нигде этого не происходит. Если бы не происходило обновление, то не 24 года было бы возраста, а все 30-40 лет в среднем. Происходит обновление какое-то. Но этого явно и явно недостаточно. Основная причина, если очень глубоко копнуть, сразу сделать вывод. О том, почему. Я думаю, что это основная причина, это недостаточная требовательность рабочего класса к своим условиям труда. Олег Анатольевич, я бы добавил, что рабочий класс кровно заинтересован в том, о чем вы говорите. Потому что устаревшее оборудование, это первое, это плохие условия труда, которые не защищены. Сейчас люди абсолютно не защищены с принятой системой соут, когда можно уйти на различные махинации и ухудшать условия труда. Значит, первое. Второе, это низкая производительность труда, потому что на старом оборудовании невозможно работать так, как нужно работать сейчас. Если как работают, например, и за рубежом в разных странах. Третье, это, скажем так, повышенная аварийность, низкая износостойкость. Это все ложится на издержки предприятий. И в этом, мне кажется, очень большая проблема нашей экономики. Здесь не столько вопрос проблем в издержках. Как раз издержки не увеличиваются, когда оборудование-то не меняют. Наоборот, такая глупая экономия происходит на этом. Травматизм, абсолютно согласен. Плохие условия труда, травматизм, это сокращает жизнь рабочих. У нас очень малая продолжительность жизни в целом. В России, особенно мужчин, и смертность очень высокая, в том числе на производстве. И статистика, ну, очень скудная статистика по данному направлению. Потому что огромная латентность, огромное сокрытие происходит. И на травматизм, и смертей на производстве. Я с вами абсолютно согласен, что это коренной вопрос для рабочего класса. На каком оборудовании работать. Часто не различают производительность труда и интенсивность труда. Интенсивность труда, это те затраты энергии человека, которые затрачиваются в производственном процессе. А производительность труда, это сколько производит. Тот или иной рабочий, тот или иной цех. Допустим, час, день, год, там разные показатели. Так вот, что интересно, что на хорошем производительном оборудовании интенсивность труда часто невысока. То есть, если это станок с числовым программным управлением, или, в частности, говорят, обрабатывающий центр. И квалифицированный рабочий, который работает на этом оборудовании, интенсивность его труда, чисто физически и психически, он затрачивает гораздо меньше усилий. А производительность труда его высокая, потому что оборудование хорошее. Оборудование быстро работает и быстро, эффективно работает. То есть, его задача, это, по сути, такая уже промежуточная стадия между интеллектуальным, не промежуточная, а совмещение интеллектуального труда с физическим трудом. То есть, его задача, если он уже умеет элементы программирования или использовать оборудование, запрограммировать станок на стульную операцию, подать то, что должно быть обработано, поставить соответствующие инструменты, вставить режущие, например, и пошел процесс. А другое дело, когда на старом оборудовании рабочий вынужден тяжело работать, интенсивно работать, быстро работать, и то, у него производительность труда может быть ниже. То есть, от того, какое оборудование, от этого зависит все практически в экономике страны и в жизни страны. Чем более развита страна, тем у нее лучше оборудование. Вернее, чем лучше оборудование, тем более высокоразвитая страна. И вот здесь как раз нам нужно понять, что можно сделать, какая ситуация здесь непосредственно выглядит, какое движение происходит, средств этих, основных средств, основного капитала. И что нужно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. Кардинальным образом, я думаю, ситуация улучшена будет только тогда, когда будет серьезная требовательность со стороны рабочих коллективов, не отдельных рабочих, а рабочих коллективов, и совокупности рабочих коллективов. Это тогда будет решение именно кардинально приниматься. Потому что денежных средств, вернее, того капитала, которые есть, тех средств, которые есть у капиталистов, их очень-очень, на самом деле, много в России. И вот сейчас попытаемся именно на этом остановиться и раскрыть именно эту тему. Первое. Откуда источники на обновление оборудования? Их два основных источника. Первый источник – это так называемая амортизация. То есть, изнашиваются станки, изнашиваются оборудование. И, естественно, нужно откладывать деньги на то, чтобы купить потом новый станок. Например, станок стоит 100 миллионов рублей. Современный, допустим, обрабатывающий центр или какая-то система оборудования – 100 миллионов рублей. Рассчитывается, что по нормативам работают 10 лет. Значит, каждый год надо откладывать 10 миллионов. То есть, износ происходит от этого станка, и 10 миллионов, если прямая, так называемая, прямая амортизация, не будем усложнять, там есть ускоренная. По 10 миллионов надо откладывать. И вот прошло 10 лет, вот накопили вот эти 100 миллионов. Эти 100 миллионов должны быть потрачены естественным образом на приобретение нового станка. А за это время, кстати, могут быть созданы новые станки. И на эти 100 миллионов можно купить более совершенное даже оборудование. Потому что производительность труда растет в целом в мире. Значит, затраты на единицу продукции уменьшаются. И, по идее, даже может быть оказаться подобный станок дешевле. Или за эти деньги можно купить более современный, более совершенный станок, более производительный станок. То есть, первое, это амортизация. Естественно, отчисления эти амортизационные происходят. Есть нормативы определенные, не буду их называть, они разные, по разному оборудованию. Если здание сооружения, то это примерно 1-2% в год, ну, где-то 1% в год. То есть, считается, что 100 лет, 50 лет, 100 лет должны стоять здания сооружения. Если это оборудование, то это примерно около 10%. Если ускоренная амортизация применяется, то 15% в год. 15-16, там по-разному. Разное оборудование, по-разному происходит этот процесс переноса этих денежных средств в так называемый амортизационный фонд. Так вот, в чем у нас проблема? Да, это первый источник, это амортизация. Второй источник, это прибыль. То есть, капиталисты работают ради прибыли, но истинной целью, это у Маркса очень замечательно раскрыто, в целом процесс капиталистического производства и воспроизводства, целью капитала является, истинной целью капитала является не просто прибыль получения, а увеличение капитала. А как можно увеличить капитал? Ну, только вкладывая из прибыли, но вкладывая в производство. Почему это является истинной целью? Да потому что капиталисты, даже в монополистическом производстве, они все равно конкурируют. Если этого не делать, то все равно этот капиталист перестанет быть капиталистом, его задавят другие. Поэтому, на самом деле, и многие капиталисты осознают это, что истинной целью капитала является наращивание капитала. Чем крупнее капитал, тем больше массы прибыли он потом получит. Это второй источник. Пойдем как раз по этим источникам. Амортизация. Естественным образом кажется, что раз ты получил эти деньги уже, и с этих денег не платится ни налог на прибыль, ничего, это чисто в затраты идет. То, по идее, должен капиталист потратить эти средства на приобретение оборудования нового. А что происходит у нас? Примерно 6 триллионов рублей у нас в год отчисляется в виде Амортиза. Триллионов рублей. Ну так, для сравнения, бюджет России консолидированный около 20 триллионов. То есть 6 триллионов рублей, еще раз подчеркиваю эту цифру, это то, что это средние крупные предприятия. Не берем еще те, что не учитываются в статистике. Там, естественно, сумма должна быть больше. 6 триллионов рублей. Сколько из 6 триллионов тратится на обновление? Практически невозможно найти эту информацию. И по-нормальному, если деньги предназначены на это, то должны быть потрачены. Никто не заставляет капиталистов это делать. Сознательных капиталистов не так много. Тех капиталистов, которые осознают себя капиталистами, которые стараются увеличить капитал. Которые вкладывают. Кто-то вкладывает, естественно. Что-то вообще поломалось, и надо просто заменить. Просто заставляет жизнь здесь. Если станок вообще поломался, то придется заменять. А если он еще работает как-то, его на честном слове, то многие не меняют оборудование. Итак, что получается? Что можно получить эти средства капиталисту и потратить их куда угодно. У нас так сейчас устроено. Вернее, не устроено. Второй источник. Прибыль. Примерно 18 триллионов рублей прибыли. 18 триллионов рублей прибыли. Это сопоставимо с бюджетом российской капиталии. Суммируем. Получаем 24 триллиона рублей. А вот теперь интересно, а сколько же у нас капиталовложений? Капиталовложений у нас пример. Я очень округляю. Очень округляю. Понятно, кто посмотрит статистику, там будут более точные цифры. Но хотя эти более точные цифры, я думаю, в какой-то мере искажены. Это тоже интересный вопрос. И почему это, скорее всего, так делается. 15 триллионов рублей капиталовложений. То есть, в основной капитал, в основные средства. То есть, на здания, сооружения, оборудования, станки. Но в этих 15 триллионах, 3 триллиона, это то, что государство дает из своего бюджета. То есть, получается, 12 триллионов остается то, что коммерческие структуры, крупные и средние коммерческие структуры. Итак, 24 они получают в результате получения амортизации и прибыли. 12 капиталовложений. Я еще скажу, что 18 триллионов прибыль, это, скорее всего, заниженная цифра. Почему заниженная? Крупные системы, производительные системы, они же, как правило, особенно работающие на экспорт, а у нас очень много работают, и сейчас даже, они что делают? Создают торговые дома, так называемые, под разным видом, за рубежом. Торговым домам этим, то ли они официально их, то ли они чужие якобы, этим торговым домам продают свою продукцию, например, по заниженной цене, например, стоит на рынке 200 долларов что-то, там тонна чего-то, а они продают по 100. Понятно, что я упрощаю, но так для скорейшего понимания. А потом этот торговый дом уже за рубежом продает за 200. И где остается эта часть прибыли? Видите, 100 долларов, они остаются за рубежом. И часть, конечно, возвращается в страну, уже под видом иностранного капитала, может быть, даже. А часть остается там. То есть 18 триллионов рублей прибыль, это заниженная. Ну, допустим, даже 18. Получается, что половина только из того, что может быть, может быть, и вообще-то должно быть по логике капитализма, по материальной логике, по объективной логике капитализма, должно быть вложено снова в станки и оборудование. Из этого только половина. Но так как они получают эти деньги, не разделяя, сейчас нет необходимости выделять этот амориционный фонд, который был в советское время. и они обязаны были эти все средства потратить на обновление станков и оборудования. То есть считаем, что примерно половина прибыли, примерно половина амориционного фонда тратится на ту цель, которая нужна, на станки и оборудование новые. А половина уходит. Куда уходит? Ну, часть на паразитическое потребление, то есть 12 триллионов рублей, это две трети нашего бюджета, ну я имею в виду сравнимо с бюджетом, бюджетом это отдельно, две трети от суммы, которую составляет бюджет, тратится на паразитическое потребление. Но я думаю, что это меньшая часть отсюда. То, что ну, это просто невозможно. Это понастроить все, что угодно, все равно этих денег не потратить. А большая часть, это мало у кого сомнение, уводится за рубеж. Причем это не вывоз капитала, как утверждают некоторые теоретики, так называемые. Это не вывоз капитала. Это вывоз материальных ценностей. То есть также выводится та же нефция, которая платится половину, например, цены. То есть это что, капитал вывезли? Нет, это вывезли нефть, половина из которых, вообще-то, половина денег, за которую не вернулись в страну. Просто поделить надо 12 триллионов, примерно на 60, на курс 60 рублей за доллар. И какую цифру мы получаем? Ту цифру, которая везде звучит, как выведение денежных средств, вернее материальных средств, точнее говоря, из страны. 200 миллиардов долларов. То есть материальные ценности примерно 200 миллиардов, ну пусть там минус паразитическое потребление внутри страны, ну пусть там 180, 150 там спорят, никто точно не знает этого, но никто не посчитает, это же статистики не поддается. Это примерные оценки. То есть из нашей страны каждый год около 200 имущества материальной ценности примерно на 200 миллиардов долларов выводится. И меньшая часть, ну часть выводится в виде капитала, и такое тоже есть, такие процессы тоже есть, их нельзя отрицать. Но это мизерные по сравнению с выводом материальных ресурсов. То есть вместо того, чтобы вкладывать в стране, они выводятся. Я вообще удивляюсь стиле нашей, огромности наших ресурсов, огромности наших ресурсов, что каждый год по 200 миллиардов выводится, ну пусть по 150 даже, если кто там начнет спорить об уровне этих цифр. И сколько лет это делается? Уже 30 лет. Так Запад может спокойно жить в значительной степени за счет этих средств. И поэтому то, что сейчас вот происходит, некоторые ограничения. Да, с февраля прошлого года, конечно, начались ограничения по выведению этих средств. Но они в значительной степени наверняка переориентированы теперь на восток. Ведь есть Индонезия, есть Гонконг, есть другие различные точки на карте, где есть замечательные для некоторых банки, через которые различные финансовые структуры, криптовалюты, через которые это можно делать. Олег Анатольевич, здесь необходимо сделать небольшое уточнение по поводу того, что капиталовложение это процесс многосторонний и довольно серьезные средства вложены в российскую экономику иностранным капиталом, в том числе финансовым капиталом. И здесь вот в прошлом году наблюдался очень интересный процесс, что станки, оборудование, все, что построено крупными западными корпорациями, именно представителями финансового капитала, остаются в России. Они не очень охотно здесь сворачивают свой бизнес, и мы видим, что в основном по политическим причинам, но оставляют это все Российской Федерации. Российская Федерация это уже принимает решение как по конкретным организациям, кому что куда передать. Фактически теперь это все перешло на баланс России, ну скажем так, российской экономики, пускай даже частного бизнеса, где-то государства, но теперь за амортизацией этих немаленьких, скажем так, производств, придется следить опять же нашим представителям бизнеса или государства. Причем это достаточно современные, хорошие производства, не так давно построенные, за которыми следили. Но это как бы плюс, я считаю, в том, что слабеет влияние международного финансового капитала на российскую экономику. Да, это нам дает определенные возможности для развития, в том числе и для общественного развития. Второй момент интересный, что если мы посмотрим средний бизнес, да, иностранный, то он в целом не ушел из России. То есть ушло совсем небольшое количество компаний, количественно, да, но это, понятно, крупные, а осталось довольно много, кто, скажем так, ну, вот эти все политические вопросы оставил стороне, для них прибыль важнее. То есть мы видим, что иностранный капитал видит перспективу в России, да, и если есть возможность, то он не уходит. Это значит, что прибыль он здесь получает очень хорошую. И мы должны где-то, ну, передумать о том, что делать с тем, что осталось. И вот тут возникает роль государства, да, которое традиционно в нашей стране всегда очень активно в экономике, даже если мы видим советское время, ну и раньше. Тоже государство всегда занимает активную позицию в экономике. Я думаю, что изменить то положение, о чем вы говорите, можно только при, как бы, доминирующей роли государства. Ну, с вами согласен, но не полностью. То, что необходимо не просто усиливать, а строить государственные регулирования, оно у нас, конечно, есть, но оно не целостное. Это не целостная система государственной регулировки. Это отдельные элементы, которые часто мешают друг другу, эти элементы. А что касается того, что то оборудование, которое осталось теперь под юрисдикцией российского государства, ну, думаю, что это излишне оптимистично. Очень аккуратно, я бы сказал, после того, что аккуратно, наверное, слишком осторожно здесь действуют, учитывая, что они 300 миллиардов просто забрали, украли средства официально, те, которые там были официально размещены российского государства, 300 миллиардов долларов, то здесь можно было бы действовать гораздо более активно. Но даже не в этом дело. Второй момент оптимизма, который излишнего оптимизма, который я у вас заметил, это то, что теперь государство должно следить за амортизацией, которая из этого оборудования. То, что должно это, да. С точки зрения законов развития экономики капитализма, да. Особенно монополистического капитализма, который требует государственного регулирования. Сейчас государственный монополистический капитализм. Если эти законы не исполнять, вернее, не следовать этим объективным законам, то экономика будет ослабевать только, а не усиливаться. Но есть законы экономические, да, это не юридический закон, который прописан, это закон, который сильнее юридических законов. То есть, если так не действуешь, то ты просто терпишь поражение. Ну имеется в виду капиталист терпит поражение. И страна в целом терпит экономическое поражение. У нас больше 10 лет по сути нет экономического роста серьезного. Там плюс 2-3 процента минус 5 процентов плюс 3 процента минус 4 процента. И вот так идет уже где-то с 2008 года. Больше чем 10 лет. То есть стагнация. Это называется стагнация, а по-русски застой. Обвиняют брежневскую эпоху в застое. Хотя в 70-е годы был рост по 7-8 процентов в год. Это потом в конце 70-х, в начале 80-х действительно уже темпы роста 2-3 процента в год. Приближалось к застою. А сейчас застоит 2008 года. И одна из основных причин застоя, вот здесь я с вами абсолютно согласен, это в том, что государственное регулирование не выстроено как целостная система. Один из моментов этой системы должно быть регулирование движения амортизационных средств. Это не просто какая-то там наукообразная фраза. А это жизненно необходимо. 6 триллионов рублей, движение 6 триллионов рублей никак не регулируется. Регулируется элементарная вещь, чтобы человек получил вычет, допустим где-то получил медицинскую помощь в частной структуре и может получить вычет из подохода налога, из НДФЛа так называемого. Так сколько надо бумажек собрать по этому поводу и заявить в налоговую инспекцию и получить там 2-3 тысячи этого вычета, да, или сколько там получил. Это регулируется. Многие другие вопросы регулируются. Тоже материнский капитал, как регулировать, хотя это совсем не капитал. Это обозвали непонятно зачем так эти деньги. Какой капитал? Кто у нас тут? Капиталист. Мама что ли капиталист? А вот движение 6 триллионов рублей 6 триллионов рублей повторяю. Не регламентируется. Нужно это делать? Это просто жизненная необходимость. Это если это заставить целевым образом использовать это выгодно классу капиталистов в целом. А отдельные капиталисты стараются этого избежать. Вот эти 6 триллионов рублей если бы нормально целевым образом использовались это были бы 6 триллионов рублей надежных инвестиций. Как это сделать? Да тут вариантов можно предложить немало. Самый простой заставить это делать методами ну просто вот есть эти средства обязан потратить если нет заберем. тоже нормальный вариант кстати. Заберем казну бюджет. Есть варианты там можно произвести более мягкие варианты ну создать государственный амортизационный фонд который не использованные амортизационные средства не использованные обновления допустим допустим предприниматель или капиталист должен за 2% положить в этот фонд то есть 2% имущество будет платить это пример просто а другой капиталист которому нужны эти средства но которого нет возможности а в банке большие проценты допустим за 4% может взять но целевым образом использовать и купить только на оборудовании вот только на оборудовании поставить на оборудование и станки ну там какие-то сооружения это же элементарно делается это достаточно указа президента об этом и принятие затем закона и создать этот фонд это дело нескольких месяцев первый заместитель председателя правительства у нас довольно интересно пытается проводить работу похоже ну такой позитивный настрой по крайней мере у него есть у Белоусова он пытается вот сверхприбыль то у металлургических капиталистов то у химических капиталистов позабирать там единовременный взнос там сколько-то там миллиардов рублей там 100 или 200 миллиардов рублей но это даже если они пойдут на это это неэффективно да они отнекиваются говорят да это где где это прописано ничего не прописано и этот единовременный взнос ничего не даст ну какие-то дыры разоткроют в нашем бюджете сейчас только за первые месяцы 2 триллиона дефицит бюджета то есть это не решит проблему здесь вопрос не просто в бюджет а вопрос в том чтобы они сами вложили свои деньги в новые станки оборудования мне кажется что более эффективной эта мера была бы например если бы она продвигалась в рамках единого планового задания мы сегодня видим что нужды армии специальной военной операции они очень жестко контролируются государством там уже звучат такие меры что если вы не выполняете плановые задания то мы будем вводить внешнее управление то есть государство добивается где нужно там все добивается и например если обязать организацию что ты получаешь от нас плановое задание госзаказ но ты будь добр вот эти деньги отложи в принудительном порядке тогда ты будешь с нами работать а с государством все любят работать то тогда это шло бы гораздо активнее но это опять же мы видим переход к плановой ну как бы квази-плановой экономики но что было бы правильно мне кажется сейчас ну это все равно было бы я с вами соглашусь но это было бы элементом то есть это касалось бы только тех предприятий которые что которые связаны с государственными заказами госзаказами а потом речь идет о том чтобы это во всей экономике сделать да и во всей экономике если вот принять даже вот систему государственного амортизационного фонда то это бы во всей экономике понятно хитрили бы Мы пытались бы где-то избежать, но большая часть этих средств пошла бы туда, куда нужно. Кроме того, это создало бы такой спрос на потребность в развитии стакостроения, приборостроения, производства оборудования. У нас сейчас капиталовложения в производство машин и оборудования, знаете, сколько? Сколько? Даже, наверное, не пытайтесь угадывать. Я сам очень удивлен. 60 миллиардов рублей, не триллионов, миллиардов. Это всего лишь 60 мостов. Вот 60 мостов, это те деньги, которые, такие же деньги тратятся на то, чтобы капиталовложение в ключевую сферу, от которой зависит вся экономика. Примерно столько же в приборостроении. Микроэлектронику вообще не нашел, к сожалению. Наверное, еще меньше. Там единичные предприятия остались. Да, там мало предприятий. Там Белоруссия, наверное, больше осталось, чем во всей России. То есть, эмбальционным фондом, мне представляется, уже достаточно понятно, что нужно сделать. Это элементарно, это несколько шагов. Что мешает этому? Мешает, по-моему, то, что до сих пор преобладает в экономической политике идеология так называемого либерализма, на самом деле стихийности. Говоря по-нормальному, не надо слово либера, свобода здесь пачкать даже, думаю. Это стихийность. То есть, вот стихийность до сих пор стихийность. Вот где коснется чего-то, где действительно не хватило чего-то, там уже начинает действовать. То есть, знаете, как рефлекторно. Вместо сознательной деятельности такая рефлекторная деятельность. Укололи в одном месте, все, лапка у лягушки дернулась. То есть, где-то есть явная проблема, обостренная, вот там начинает действовать. А это нецелостным образом происходит. Просто предлагается экономистам... Очень, кстати, мало экономических работ. Кто из экономистов нас слушает, может посмотреть, да любой может посмотреть, наш слушатель или зритель. Посмотрели работы по использованию амортизации. Слово амортизация часто встречается в бухгалтерском учете, еще где-то. Я имею в виду по целевому использованию амортизации. Такая вообще практически не ставится. Наверное, сейчас в экономическом пространстве теоретическом только представители Рабочей партии России ставят этот вопрос. Вот, смотрите, одну статейку я видел аспирантки, по-моему, ростовского вуза. Но такая немного ученическая статья. Ну, просто упоминание. Вот и все. То есть задачу целевого использования амортизационных средств не ставят ни на уровне правительства, ни многие так называемые экономические школы, которые великими там себя считают. То есть у нас, наверное, сотня тысяч кандидатов в наук экономических. Ну, может быть, нет, десятка тысяч. Тысячи докторов экономических наук. Ну, а ставят лишь те, кто стоит на позициях рабочего класса. Почему-то. Вот рабочему классу это нужнее всего. А капиталисты пока что довольны. Если по 200 миллиардов выводить можно. А вот эти 200 миллиардов, к слову сказать, это же материальная основа пятой колонны. Это основа тех предателей, которые есть еще у нас в стране. И которые только и ждут момента, когда можно предать, как мальчиш-платиш. Только они не за... Что там за мальчиш-платиш? За печенье и бочку варенья там или за что-то. А эти за вполне осязаемые 200 миллиардов. Долларов в год. То есть пока вот эти... Не ручьек этот... Не превратится в тонкий ручьек вот эти 200 миллиардов. То есть пока, ну, 2-3 миллиарда, допустим, буду выводить. Не будет подорвана основа пятой колонны в нашей стране. Вот это еще надо осознавать. Это огромнейшая опасность уже политическая, не только экономическая. Раз более всего в этом заинтересованы, скажем так, трудовые коллективы заинтересованы, да, рабочие классы. Вы имеете в виду, в чем заинтересованы? В том, что вы вкладывали. Да, в амортизацию. Вкладывали в новое оборудование. Да, и раз сверху этот процесс никак не идет, то я думаю, что этот процесс можно начинать, нужно начинать снизу, да, через профсоюзы, через советы трудовых коллективов, потому что любой... Из-за рабочей секции профсоюзов. Да, но должен ставить вопросы в условиях труда и той же самой эффективности труда для того, чтобы увеличить, скажем так, зарплату своих членов. Наши, скажем так, экономисты, бизнесмены иногда такие первые дают, что у нас низкая производительность труда, потому что у нас работники плохие и не хотят повышать свою производительность труда. Медленно бегают на производство. Но это говорит лишь о глупости, потому что они не знают изов экономики, что повышением производительности труда занимается работодатель, да, а не работодатель. И по обязанности, конечно. Да, но если будет идти активная политика снизу, да, и рано или поздно это приведет к тому, что эта политика начнется сверху. То есть, если у нас будут постоянные требования, да, к тому, что давайте новые станки, давайте новое оборудование, обеспечьте условия нормальные для работы в цехах, на предприятиях. Потому что, когда смотришь, в каких условиях у нас трудятся рабочие иногда, особенно в регионах. Не иногда, а в большинстве случаев. Да, это волосы просто сует дыбом, потому что в цехах зимой может быть температура плюс 15, например. Да, там люди греют все от каких-то бочек с зверящим чем-то. Соответственно, что они могут качественно произвести? И сами, в общем-то, в неучших условиях. И продукция получается не очень качественная. То есть, движение снизу, мне кажется, оно как раз даст нужный эффект. Да, главная производительная сила, конечно, это рабочий класс, это решающая сила. Ну, пробуждение пока идет медленно, но оно идет. И вот второй момент. Это капитализация прибыли. Вот такой вот термин. То есть, та часть прибыли, какая часть прибыли идет на капитал. Ну, мы сейчас не будем рассматривать ту часть прибыли, которая идет на сырье, на увеличение, допустим, там, покупку земли и так далее, и так далее. А посмотрим, какая часть прибыли должна идти на то, чтобы станки оборудования новые были. 50%, которые сейчас есть примерно, это очень-очень мало. То есть, 50% производства, 50% паразитическое потребление капиталистов и вывод средств за рубеж. Здесь, конечно, сложнее регулировать. Прямо скажу, здесь сложнее. Здесь вот таким приказом или законом просто так не отрегулировать. Потому что амортизионные средства там понятно. Они по смыслу должны быть целевыми. По экономической логике. А здесь, конечно, нужно создавать систему уже и принуждения экономического, и стимулирования экономического. Хотя стимулирование тоже принуждение. Стимул это палка в временем времени. То есть, это то, чем били рабов. Это стимул. То есть, стимулирование... Кстати говоря, при Ельцине, вот этом предателе России, но тем не менее, еще, наверное, по инерции как-то стимулировали капиталовложение. То есть, если в станки оборудования вложил, и не только в станки оборудования, но и в здания, в сооружения, половину прибыли, вернее, льгота на прибыль была 50%. То есть, сейчас можно подобную же систему построить, но надо поставить задачу эту и ее решить. То есть, если вложил, например, эти средства в оборудование, в станки, ее, например, не платишь налог на прибыль вообще. Если это какие-то отрасли, которые передовые, которые нужны, например, микроэлектроники, в станкостроении, определить приоритетные отрасли и это сделать. А наоборот, можно сделать для тех средств, которые идут на фаралитическое потребление, вот пойдут потом, установить мощный налог, например, там 60-70%, как это сделали во Франции, в Швеции это делают, во многих странах. Особенно там, где рабочие движения. Посмотрите, что сейчас французы как вышли, дружно вышли на улицы. Не только на улице, это же забастовки, там мало говорят про забастовки, там забастовки, в тысячах коллективах забастовки. А на улице это уже внешнее проявление. Полтора миллиона по подсчетам, ну пусть, допустим, немножко преувеличивают. Миллион человек вышли во Франции против увеличения пенсионного возраста на два года. У нас на пять лет увеличат. А там на два года все будет увеличивать. 62-64 лет. То есть даже меньше, чем у нас. И вышло порядка миллиона человек. Это мирный протест. Протест это не самый эффективный. Забастовки. Вот забастовками они могут заставить ужасное правительство и пойти на уступки. То есть нужно ту часть, которая не идет в производство, а ту часть в прибыли, обложить такими налогами, чтобы они вообще там, ну практически большую часть изъять в государственный бюджет и потом направить в тот же амортизационный фонд, например. Или фонд развития экономики страны. То есть, ну, можно найти, куда направить. Были бы эти средства. А ту часть, которая вкладывается, то есть капиталист, который вкладывает, он прибыль с этих денег вообще платить не будет, налог на прибыль. А тот, кто не вкладывает, пусть заплатит 70% с этой суммы. Это же нормально совершенно. Нет. Не у либеральной концепции такого не позволяет. Надо единую ставку налога на прибыль иметь. Она давно не единая, она никогда не была единой. Все равно какие-то льготы есть и всегда будут. Как это можно одним маршином измерять все и вся? Невозможно тем же инструментом измерять процессы, где микронные, да, идут, производственные, и там, где, допустим, измеряется тонна километров, так ведь? А здесь пытаются одним и тем же инструментом регулировать разные процессы. То есть это тоже должно войти, регулирование использования прибыли должно войти в единую систему программирования Российской Федерации. И вот здесь то, о чем мы говорим и будем говорить до тех пор, пока это не будет делаться. Когда начнет делаться, мы будем говорить, что там делается хорошо, что делается плохо. Мы с вами беседовали о том, как исполнена была концепция с 2008 по 2020 год. У нас была такая с вами беседа. Там написали, что она по сути сорвана была. Там были хорошие параметры. То есть стране необходима долгосрочная программа развития всей страны, минимум на 15 лет. И сердцевину этой программы должен составлять план развития государственной сектора экономики. У нас государственный сектор экономики, это примерно 50%, там спорят, больше или меньше, например, 50% имущества государственного в России. То есть можно, а раз имущество в одной собственности и в капитализме, можно делать план. Но это, конечно, капиталисты до этого рано или поздно дойдут. Отнекивают зачем? Вот одна экстренная ситуация, один кризис. Там нельзя применять. Заморозили закон о стратегическом планировании. Заморозили. То есть, по сути, отложили его использовать. То есть, вообще глупость, конечно, написали закон, прошел закон через все инстанции, через Государственную Думу, Совет Федерации. Президент подписал, а потом взяли его и, в кавычках, конечно, заморозили. То есть, отложили его исполнение. Он не самый лучший, этот закон, конечно, мог быть гораздо лучше. Но он лучше, чем ничего. То есть, даже бояться подобраться к стратегическому планированию. Вот это, конечно, говорит о том, что у нас еще национальная буржуазия российская в этом смысле слаба. И пока еще она в этом отношении уступает неоконам, неолибералам по-разному. То есть, сторонникам стихийного развития России. А стихийное развитие России кому выгодно? Тем, кто намерен Россию разорвать и уничтожить. То есть, нашим врагам. То есть, те, кто за стихийность, это можно четко сказать, это враги России. Олег Анатольевич, вопрос мы поставили с вами. Будем о нем говорить. Ну, это не мы просто поставили. Это ставят и рабочая партия России. Ставят эти вопросы. Жизнь сама ставит. А мы это осознаем, как те, кто стараются служить рабочему классу идейно, прежде всего. Мы, как интеллигенты, как настоящие интеллигенты должны служить рабочему классу. То есть, настоящий интеллигент должен служить рабочему классу. Хорошо. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»